Андрей Владимирович Боков, пожалуйста. Как нам жить, складываются прежде всего в системе культуры. В целом гражданское строительство, которое занимает порядка 30-35% от всего объема строительства, куда там транспортный ход, промышленный и прочее, конечно же, это часть культуры, вне всякого сомнения. И рассуждая таким образом, мы вправе давать некоторые оценки тому, что происходит. И говоря откровенно, могу вам сказать, что строим мы сегодня мало, хотя можем строить гораздо больше. 0,6 метров на человека, это очень мало. Это сопоставимо практически с выбытием, с ежегодным выбытием нашего жилищного фонда. Мы строим очень дорогие дома, предельно дорогие, дорогие строительства в эксплуатации, небезопасные дома. И вы справедливо их назвали муравейниками. Это очень токсичный материал, это такой допинг вообще, материал, который должен использоваться очень осторожно и очень аккуратно. Мы, тем не менее, его практически используем сегодня бесконтрольно, разрушая в целом культурный ландшафт страны, деформируя наше пространство. Это рискованная достаточно политика. Вообще дома нельзя строить, жилые дома тем более выше деревьев, выше куполов, церквей, крестов и так далее. Это неестественно. Мало того, конечно, дома должны быть не только собственностью граждан. Это должно быть арендное жилье и должна быть еще социальная аренда. Еще 30 лет тому назад почти 90% нашего жилья пребывало в социальной аренде. А сегодня то, что когда-то передавалось людям бесплатно, становится товаром. Становится товаром и продается без особых радикальных изменений. Те же самые по существу квартиры. Это выгодно совершенно определенному кругу наших сограждан. Это выгодно, прежде всего, строительному бизнесу, крупным застройщикам, крупным землевладельцам. Они сегодня, как-то неудивительно, во многом определяют лицо страны, облик страны, характер того, что мы строим. Следствием этого, отчасти, этого всевластия, становится и то, что мы наблюдаем вокруг городов, прежде всего в столичном регионе. Это, в общем, достаточно активный, очень быстрый, почти неконтролируемый рост. Это сопровождается одновременными проблемами с историческими городами, старыми городами, пустеют районы традиционного обитания. Это серьезная проблема. Серьезная проблема в том, что малые города, в принципе, могут и должны быть пространством для очень комфортной, очень достойной жизни многих наших сограждан. Это замечательное место, где могут быть и университеты, где могут жить пожилые люди и молодые, где можно развивать любые виды деятельности. Но их надо сохранять, им надо дать возможность, дать возможность существовать. Сегодняшнему девелоперу ему не нужны архитекторы, ему не нужны исследования, ему не нужно ничего и не нужны какие-то новые идеи в этой сфере. А это приводит к тому, что, действительно, в общем, знание научное, оно, по сути, невостребованное. Если нам нужно сделать что-то красивое и прекрасное, мы зовем иностранцев, да, мы кормим, как это, чужую армию этих самых архитекторов. Да, они свою, они свою. А все, что попроще, это становится предметом типового проектирования. И это уже не идея. Это не идея, это сегодня законодательно закреплено. Ну и вот этот страшный признак типового проектирования одинаковых годов, он реален уже, он снова замаячен, он снова замаячен. Что в связи с этим нужно делать? Мы связываем наши ожидания и надежды, вне всякого сомнения, с упоминанием об архитектуре в новом законе о культуре. С подтверждением того, что архтура является и прежде всего архтура, формирующая пространство обитания, да, вот то самое гражданское строительство, что оно становится частью культуры. Мы полагаем, что мы обязаны снова возвращаться к эффективной, продуманной, взвешенной политике федерального уровня, политике территориального пространственного планирования. У России фантастическое прошлое, которому многие завидуют, прошлое, в пределах которого был накоплен необычайный опыт создания вот этого единого общенационального пространства. И сегодня такая политика почему-то ослабела, она отсутствует. Вот этот вакуум как раз и занят вот этим самым застройщиком, застройщиком-девелопером, даже в интересах которого было бы, наверное, правильным выстроить такую политику. Сегодня три вот эти уровня, три эти уровня, которые формируют политику, уровень системы расселения, территориального планирования в широком смысле, уровень генеральных планов и уровень, который определяет наше ближайшее окружение архитектуры, они все разделены. Значит, Минэкономразвитие занимается как бы стратегическим планированием огромных территорий, Минстрой занимается сегодня как бы архитектурным проектированием и думает о всем прекрасном, Министерство культуры занимается совершенно определенными локальными частями городов, это зонами охраны. И политика эта не скоординирована. Если по 73-му ФЗ мы ничего не можем делать, то на взгляд Минстроя, так если очень захочешь, то можно что угодно, где угодно строить. Нам необходима единая скоординированная политика. Возможным инструментом проведения такой политики может стать Министерство или Агентство архитуры, архитуры, градостроительства, территориального развития, который наконец сбалансирует все это, соберет все это вместе, территориальное планирование, отраслевое и так далее, который выстроит нормальные отношения между нашими регионами. И это Министерство одновременно могло бы стать инициатором внесения поправок в наш Градкодекс, который состоит у нас из одних поправок, каких-то бесконечных заплат, и который обязан, вместо того, чтобы создавать комфортные условия для одного застройщика, настаивать на создании, на формировании некоторой качественной среды жизнедеятельности для всех наших сограждан. Нам необходимо, наверное, снова вернуться к пересмотру закона об архитурной деятельности. Главное, смыслом которого должно быть все-таки выведение, должно быть выведение архитектуры и градостроительства из-под вот этого жесточайшего контроля застройщика. И у этого закона, конечно, должны быть как минимум два подзаконных акта. Один из них, это то, о чем вы сказали, который, в общем, давал бы некоторые полномочия главным архитекторам, главным архитекторам регионов, муниципалитетов и так далее. Сегодня, в общем, люди, уважающие себя, не соглашаются брать на себя ответственность такого рода в силу просто такого ненормального, неопределенного положения. Огромное количество наших регионов, в том числе тех, где исторические поселения находятся, лишены просто главного архитектора. То есть там нету, строго говоря, ни документов, ни какого-то порядка, в общем, поведения и развития этого пространства. И там нету тех людей, которые бы несли за эту ответственность. Вторая тема нас беспокоящая, конечно, тема конкурсов. То, о чем говорилось. Вот это 44-е ФСЗ, на основании которого проектированием занимается тот, кто, в общем, меньше просит. Это ведет к полному вырождению, конечно, практики. Творческие конкурсы, которые всегда были основанием прихода в мою профессию, новых идей, новой энергии и так далее, они сегодня практически отсутствуют. По закону их проводить нельзя. То, что было в России всю жизнь, то, что во всем мире, этого, к сожалению, у нас нет. Одним словом, если еще 6 лет подобные порядки как-то будут иметь место, мы можем просто не узнать наше Отечество. И в то же время за эти 6 лет мы можем решительным образом действительно изменить всю эту картину. Мы можем и должны строить гораздо больше. Мы должны, наконец, разрешить строить из дерева. Мы должны, наконец, сделать доступным земельные ресурсы и так далее. Ничего сложного в этом нет. Абсолютно ничего сложного. Это то, через что прошли многие другие страны. Нам абсолютно известно, что нужно делать для того, чтобы дать всем нормальное жилье. И не 110, не 115 миллионов квадратных метров нам надо в год строить. Конечно же, гораздо больше, не всякого сомнения. Чтобы, скажем, к 2024 году выйти на нормах 30 метров на человека. Это реально, я хочу вам сказать. И что это означает? Это означает другую демографию. Это означает другую атмосферу в семьях и в обществах. Это, наконец, счастье наших с вами сограждан. Это связано с тем, что именуется сегодня политической волей. Политической волей. И это, конечно, от вас, Вадим Владимирович, мы все ждем проявления. Спасибо. Простите, что долго говорил. Мне ничего страшного. Вы вчера обратили внимание на то, что я сказал. Но уже сейчас во многих крупных городах главный архитектор и заместитель мэра. Может быть, нужно на это обратить внимание, отрегулировать более точно и понятно. Я с вами согласен. Давайте поработаем в этом направлении. И в том, о котором мы говорили вчера с коллегами, я имею в виду стройку. Ну и в том, о котором вы сейчас сказали, я имею в виду, что архитектура, безусловно, это часть культуры, среду создаем. Согласен, полностью поработаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.